Сделайте каждое мгновение особенным. Сияйте с карри. Юлия Такшина для Кари. Падение Тунгусского метеорита – одно из самых любимых конспирологами событий 20 века. Кто-то говорит, что в 1908 году над Сибирью взорвался НЛО – антиматерия, микроскопическая черная дыра или шаровая молния. Кто-то грешит на эксперименты Николы Теслы, который якобы пытался отправить заряд энергии на Аляску. Есть даже люди, уверенные, что инженеры Российской империи создали ядерную бомбу и скинули ее с дирижабля. Реальность только подкидывает материал для самых странных гипотез. Что все-таки произошло в сибирской глуши в начале прошлого столетия? Енисейская губерния – бассейн реки Подкаменная Тунгуска 30 июня 1908 года. На часах 7 часов 14 минут утра – солнечный день, погода хорошая. Вдруг в небе над Восточной Сибирью замечают раскаленный объект, который проносится с юго-востока на северо-запад. Затем этот объект взрывается. Звук похож на раскат грома или артиллерийский выстрел. Все это сопровождается такими яркими вспышками света, что в небе как будто зажглось второе солнце. Людям больно смотреть вверх. Даже на расстоянии в 200 километров от места взрыва выбиты стекла. Повреждены многие постройки. В том же радиусе зафиксирован падеж домашнего скота, гибель множества животных, птиц и рыб. Звук от взрыва слышен в тысячи километров. Ударная волна заставляет машиниста остановить состав Транссибирского экспресса, проходившего на расстоянии 700 километров. Отголоски этой ударной волны были отмечены в разных уголках планеты. В Германии, Великобритании, Индонезии и США засекли толчки земной коры, сопоставимые с землетрясением в 5 баллов. Над Сибирью еще несколько часов можно было видеть серые пыльные следы движения объекта по небу. Затем появились серебристые облака. Следующие ночи были необычно светлыми, причем не только в Сибири. Жители Берлина, Лондона, Вены и Копенгагена спокойно читали газеты и фотографировали без вспышки в полночь. А днем можно было наблюдать явление под названием «Солнечное Гало». И все это было зафиксировано как минимум в 155 точках в разных странах. Следующие несколько недель астрономам было тяжело наблюдать за звездным небом. Атмосфера была пыльной. Это отметили даже в обсерватории Маунт-Вилсон в Лос-Анджелесе. Удивительно, но пресса никакого особенного внимания этим событиям не уделила. Скорее всего, дело в том, что нечто подобное, даже похуже, уже случалось в 1883 году. Тогда произошло извержение вулкана Крокотау. Сила сопутствующего землетрясения была в 10 тысяч раз больше, чем у бомбы, упавшей на Хиросиму. Трясло тогда всю планету. Так что Тунгусский инцидент никого особо не впечатлил. Даже в Российской империи о нем написала лишь пара мелких изданий. Газец «Сибирь» от 2 июля 1908 года сообщала, что крестьяне в одной из деревень видели на небе странный объект, похожий на трубу или цилиндр бело-голубого цвета. Что этот объект в течение 10 минут двигался вниз. Потом эта штука скрылась за лесом, и появился огромный столб черного дыма. И раздался громкий стук, но не грохот. Потом все вокруг затряслось, над лесом появилось пламя неопределенной формы, а крестьяне в панике выбежали на улицу. Причем бабы плакали, потому что решили, что наступил конец света. В общем, на этом история и закончилась бы. Но на нее обратили внимание второй раз, уже при советской власти. К 20-м годам мир почти забыл о катастрофе. Но местные охотники и венки сохранили о ней яркие воспоминания, которые позже помогли исследователям. Кроме гибели животных и рыбы, сразу после инцидента обнаружились странности, связанные с водоемами. В озерах и реках чаще стали появляться водовороты. Где-то вода начинала фонтанировать без видимой на то причины, а местами пробились новые ключи и родники. Часть лесов превратилась в мертвые. К счастью, у шаманов было довольно разумное объяснение. Богиня грома на что-то обиделась и сердится. Первым серьезным исследователем, который обратил внимание на тунгусский феномен, оказался Леонид Кулик. Этот человек крайне интересной судьбы. Он был дворянином, но еще до революции сделался пламенным большевиком. В советское время он занялся минералогией и разведкой полезных ископаемых. Стал одним из основоположников метеоритной астрономии на территории Советского Союза. В 1921-м он в компании своего университетского товарища Петра Драйверта отправился в первую экспедицию по исследованию метеоритов, упавших в Сибири. Самый большой интерес вызвал у него эпизод из 1908 года. Всего Леонид Кулик провел четыре экспедиции и исследовал тунгусский феномен на протяжении 12 лет. Самое поразительное открытие ждало его в Мертвом лесу, где исследователи пытались найти кратер от падения метеорита. Кратера и обломков не нашли, зато нашли поразительный пейзаж. Деревья, обгоревшие и ободранные, без единой ветки, но при этом стоящие прямо. Размер этой аномалии был 8 километров в поперечнике. Что еще удивительнее, чуть дальше располагались опаленные деревья, поваленные по направлению от эпицентра взрыва. Общая площадь Мертвого леса 2150 километров квадратных. Большая его часть обгорела из-за начавшегося после взрыва пожара. Местность сфотографировали с воздуха, а население подробно опросили. Нашли даже братьев Ивенков, которые утверждали, что их чум стоял совсем близко к месту катастрофы. Они утверждали, что проснулись от странного свиста, затем почувствовали сильный ветер и толчки. Самый сильный повалил чум. А потом, когда в панике выбрались они из чумы, увидели, что лес горит. Что интересно, они утверждали, что сначала начался пожар, и только потом в эпицентре что-то вспыхнуло ярче солнца и раздался взрыв. Старанием Леонида Кулика событие, произошедшее в Сибири летом 1908 года, начало волновать умы научной интеллигенции. Однако прямых доказательств падения метеорита не было. И это породило страннейшие конспирологические теории. Вот самые любопытные из них. Первое. Над Сибирью потерпел крушение инопланетный корабль. Такую гипотезу выдвинул советский писатель-фантаст Александр Казанцев в своих произведениях «Пылающий остров» и «Взрыв». Он утверждал, что ядерный взрыв в Хиросиме и взрыв над Тунгусской похожи как братья-близнецы. Эту идею увлекла даже Сергея Королева, который отправил в тайгу группу своих сотрудников и выделил вертолет. А позже, когда ничего дельного не обнаружилось, признался. А все-таки жаль, что вы ничего не нашли. Ученые давно отбросили эту теорию, однако уфологов она будоражит до сих пор. К слову, именно Казанцев, автор термина «инопланетянин». Вторая версия. В тайге проходили секретные испытания какого-то сверхмощного оружия. Фантаст Казанцев предложил и вторую, любимую конспирологами, теорию. Якобы взрыв мог быть последствием ядерных, в том числе инопланетных, испытаний. Однако радиация на месте была в норме, что привело к возникновению еще более диковинной гипотезы. Одна из любимейших современных конспирологических баек – эксперименты Николы Теслы. В тот день он якобы пытался передать огромный заряд энергии на Аляску. Траектория полета изменилась, и мощный удар пришелся на Сибирь. Отсутствие записи и документов объясняется легко. Тесла их уничтожил, решив, что человечество пока не готово к тому, чтобы получить в свои руки такую могущественную силу. Вариантов еще много. Неоднократно озвучивалась версия о том, что каким-то образом через нашу планету в начале 20 века прошла микроскопическая черная дыра, что и послужило причиной случившегося в 1908 году. Как это происходило с точки зрения физики, объяснить никто не может. Но ведь и черные дыры таинственны и малоизучены. Еще одна фантастическая гипотеза говорит о том, что взрыв вызвало космическое тело, состоящее из антиматерии. При контакте с земной материей произошла аннигиляция и выброс чистой энергии, вследствие чего не удалось обнаружить никаких следов космической породы или металла. Также есть опция со взрывом гигантской шаровой молнии. Существует мнение, что причиной Тунгусского инцидента мог послужить природный газ, например, метан, просочившийся через земную кору и скопившийся в области происшествия. Однако это никак не объясняет явление параллельно наблюдаемого в небе, вроде тех же белых ночей. Приз за самую издевательскую версию получает некий геолог, которого в тайге сильно покусал гнус. Он выдвинул теорию о том, что взрыв случился из-за тучи комаров объемом 5 кубических километров. В общем, точно никто ничего не знает, но кое-что установить удалось. Например, известно, что инцидент, произошедший в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, на 100% носит космический характер. На это указывает высокое содержание в почве и растениях следов редкоземельных металлов, которые имеют внеземное происхождение. Показания очевидцев и обследование местности подтверждают эту теорию. А вот по поводу того, что именно здесь упало, ведутся оживленные споры. Сторонники версии о том, что это был метеорит, то есть космическое тело из породы или металла, считают, что кратером от его падения является озеро Чека. Его воронкообразная форма и следы Германии, Иридия и Малибдена в вылезных отложениях это косвенно подтверждают. Однако фрагментов самого метеорита там не нашли. Более того, соседнее озеро, заповедное, имеет такую же форму и схожее отложение. И оба озера, как оказалось, появились раньше 1908 года. Прочесав огромные площади Сибирской тайги, исследователи, которые приезжают сюда чуть ли не ежегодно, не обнаружили ничего похожего на остатки метеорита. Ни в озерах, ни где-либо еще. Популярная версия о том, что в тайгу упала комета, также вызывает много критики, так как объект, состоящий целиком изо льда и пыли, не смог бы так глубоко проникнуть в атмосферу Земли и сдетонировать так низко. Однако высокая активность ежегодного метеорного потока под названием бета-тауриды, это как раз под конец июня, породила новую теорию. Возможно, это была комета, только она помимо пыли и льда содержала в своей сердцевине каменистое ядро. Такое тело способно проникнуть в нижние слои атмосферы, где под воздействием давления происходит взрыв с высвобождением огромного количества энергии. Само это ядро из-за своей рыхлой структуры разрывается на микроскопические кусочки, поэтому и не получилось обнаружить никаких фрагментов. Они просто смешались с почвой и водой местных рек и озер. На данный момент это самое стройное и подкрепленное доказательство метеория. Но никто не знает, что могут принести новые экспедиции. Тема все еще остается горячей и будоражит умы научного и псевдонаучного сообщества. Самое удивительное во всей этой истории – это наше везение. Несмотря на мощь катастрофы, никто не погиб. Не было даже паники. Похожий случай, кстати, был в бразильских джунглях в 1930 году. Объект там был значительно меньше и мощностью взрыва оказалось намного ниже. Но это не помешало местным племенам посчитать все случившееся знамением апокалипсиса. Так что местным миссионерам пришлось отговаривать паникующих людей принимать яд. Что бы ни упало в Сибири, оно могло с тем же успехом упасть на крупный город. А если бы подобный взрыв в разгар холодной войны случился, трудно предсказать, как бы себя повели ядерные державы. Вряд ли кто-то стал бы разбираться в первопричинах. Так что главное, что можно вынести из этой теории – это то, что люди, как вид, очень везучие. Ну а с загадкой Тунгусского метеорита человечество однажды разберется. При таком везении – это уже дело техники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова